Я с удовольствием объявляю следующий доклад Галины Зелениной «Рождение еврейства из духа депрессии. Дневник китаиста Рубина в эгодокументальном контексте». Спасибо. Итак, да, тут почти хардкор, то есть такая серьезная многолетняя депрессия, хотя, конечно, самоупотребление этого термина как бы внеисточниковое, поэтому, может быть, мне идеально корректно. Этим персонажем я занимаюсь уже, наверное, года четыре, и задача моя главная, чем я себе пожелаю, – это уложиться в регламент. То есть, наверное, как бы всяких картинок в презентации больше, чем не успею обсудить. Итак, Виталий Романович Рубин, про которого главное, что нужно сказать, что он был китаистом, специалистом по древнему Китаю, древнекитайской философии и деятелем еврейского национального движения или движения за еврейскую миграцию. Вот, например, такая краткая биографическая справка из сборника «Мы шли навстречу ее в судьбе» про студентов и выпускников из ТФАКа МГУ. Мы из нее узнаем, что вот этот ученый-стоковед, активисты еврейского движения, служил, воевал в Великую Отечественную войну, потом остановился на ИСТФАКе, работал в ВУЗах, зачистил диссертацию, был старшим научно-стоковедением института стоковедения, потом эгрировал в Израиль, где был тоже профессором, профессором Университета, погиб, преждевременно, конечно, трагически погиб в автомобильной катастрофе. Тут, если внимательно смотреть на тексты, то можно задаться вопросами, например, почему он установился в 46-м году, а согласно его биографии, которые составили его родные, в 48-м на самом деле, что ему мешало установиться раньше, где он был, почему он не установился в 45-м, а на самом деле, почему он не установился до 48-го года, о чем здесь не говорится, о том, что за ВУЗы, в которых он работал, которые даже нельзя назвать, какие такие московские ВУЗы могли быть, где он работал до того, как стал сотрудником института стоковедения, и, наконец, что он делал с 72-го по 76-й год, почему он был научным сотрудником до 72-го года, эмбрировал в 76-м, где он был 4 года. Ну вот, это, в общем, достаточно последний, совсем понятный вопрос, но вот дальше мы на них ответим. Это его портрет, это портрет его семьи, его с родителями, София Солона Пахмутская, Ирона Ильича Рубин, и немножечко про отца, который чрезвычайно был важной фигурой для Рубина, для его антиктуального развития, для выбора профессии, специализации, и, собственно, для Рубина как дайориста, да, потому что дневник в каком-то смысле начал писать, ну, в каком-то смысле, он начал писать после смерти отца, и смерть отца стала таким как бы трагическим катализатором этого терапевтического, значит, самоанализа, он начал писать после смерти отца, и часто как бы обращается к отцу, к памяти отца в своем дневнике и в других своих текстах. Розович Рубин такой, видимо, был очень широкого профиля инфектуал, он получил немножко традиционный еврейского образования, учился в Хедере, а потом он учился на юридическом факультете Московского университета, полиглот, философ, занимался спинозой и всякими историей еврейской философии, который не смог реализоваться в условиях советской власти, советской действительности, в частности, еще потому что его брат был репрессирован и расстрелян по делу Союзного бюро мельшевиков, и как бы это, в общем, положило конец его карьере, он занимался какими-то вещами, типа преподавания латыни медикам, вот его автобиография, а вот, например, сохранившиеся его записные книги, листы из сохранившихся записных книг, и как просто гласит описание самого фонда в отделе рукописи Ленинки, там записи на латыни, немецком, испанском, французском, английском, там каких-то пяти-шести языках, вот мы видим тут еще всякие примеры, он занимался логикой, и еще потом будем цитировать его письма к сыну, будет видно, значит, какой он действительно глубокий и разносторонний текстуал, а это две книги, которые его уже дочь, уже после смерти его самого, его сына в Израиле издали его дочь, его невестка, его всякие отдельные сочинения на разные, как мы видим, тоже разные темы. Итак, Виталий поступил на ИСТВА КМУ, отучился, там курс, после чего, как и многие, пошел добровольцем на фронт, где попал в окружение, и хуже того, попал в плен, на несколько дней попал в плен, откуда он смог быстро бежать. Вот одно из его писем с фронта, просмотрено военной цензурой, мы потом еще по этим письмам тоже вернемся, а вот его письмо профессору Александру Ильичу Неусыхину, медиевисту профессору его по ИСТВАКу, а письмо же из другого места. Рубин, как человек, попавший в плен и имевший неосторожность об этом рассказать, попал со временем, на самом деле там еще некоторые были события, он опять попал на фронт, в морозные ступни, попал в госпиталь, потом в артиллерийское училище, но в итоге он все-таки попал в лагерь, так называемый лагерь спецпроверки, где он работал на шахте в Носковской области, ну буквально вот откатчиком, тяжелый неквалифицированный труд, и как бы его проверяли на, понятное дело, завербованность, чемпионаж и прочие грехи, и он там несколько, два года соответственно работал, вот писал Неусыхину, что если он не сможет остановиться на ИСТВАКе и вернуться к занятиям науки, то жизнь была окончена. Он смог, но между этими событиями еще случилось еще одно, он заболел туберкулезом в ходе вот этих тяжелых, в гетатике этих тяжелых условий работы, был прикован к постели, поэтому, собственно, остановился на самом деле позже. В 45-м и в 46-м с него сняты были вот эти подозрения, но остановился на стройке он позже. Дальше он заканчивает тест-фак, выбирает специализации Китай, как он сам объясняет, он стремился выбрать что-то, в чем его отец не разбирался, это было трудно, но вот он нашел китайский язык и китайскую философию, то, в чем Аарон Ильич не был специалистом, работа в вузах, о которых говорится в этой справке, но это такой некоторый эфемизм, он преподавал русский язык, китайский студентам на Черкасске, это была работа в вузах, так, в принципе, он работал референтом в Боне, в фундаментальной библиотеке, которая дальше стала Инионом, это бумажка из архива отдела кадров Иниона, это на самом деле устройство туда на работу его отца, но он в каком смысле пошел по стопам отца и тоже работал референтом по китайской литературе, там, соответственно, больше 10 лет, и за это время, ну, такая, мне кажется, любопытная деталь биографии его, и вообще это важно для дальнейшей судьбы его текстов, он женился, вот с фронта он писал письма, вот это письмо родителям, но он писал письма с фронта своей однокурснице и, вероятно, возлюбленной, Фири Шифман, которая, ну, как бы, согласно известной песне, была тебе любимой, я стала позже на другой женщине, женился на Инессе Моисеевне, акселерот, ну, и здесь я помещаю фотографии ее детские, ну, как вы видите, такое благополучное детство советской девочки в 30-е годы, она позирует с мамой на фоне Колизея, и она позирует с мамой на фоне, на эфиревой башень в Париже, вот, конечно, не совсем типичное детство советского ребенка 30-х годов, она была дочерью Моисея Марковича Акселерода, такого, значит, деятеля советской внешней разведки, руководителя резидентуры в Риме, ну, сначала он там на Востоке был резидент, потом в Риме, потом, собственно, работал, пришел из-за накиды в ЛКВД, ну, и был репрессирован, расстрелян в 39-м году, что позволило Инна Семесевне в ходе каких-то я разговоров с сотрудниками госпозапасности уже во время борьбы за эмиграцию говорить им, что вы мне говорите, что она дала, значит, страна, она погубила моего отца и теперь портит жизнь моему мужу, ну, то есть отец в свое представление как бы не палач, а, конечно, исключительно жертва. Возвращаемся к Виталию Ароновичу, он защищает диссертацию, в 60-м году. В 69-м году переходит на работу в Востоковедине Академии Наук, считает это большим, действительно, успехом и радостью и возможностью работать, наконец, заниматься наукой. В 70-м выходит книга, которую вы здесь видите, она посвящена памяти отца и друга, памяти Ароновича. И дальше, значит, с конца 60-х он начинает задумываться об отъезде в Израиль. В 72-м году он подает документы на выезд, получает отказ, и вот в эти 4 года он является отказником и, собственно, становится одним из лидеров московского отказа, то есть таким видным отказником и деятелем еврейского движения. Он ведет семинар, вот не семинар физиков в Аронели, у него был семинар такой историко-культурный. Это фотография как раз семинара. Ну и дальше мы видим всякие как бы признаки вот этой борьбы, его борьбы за выезд и борьбы западной общественности за его выезд. Это организация американская, «Season Struggle for Solid Jury», Колумбийский университет за него как бы очень боролся. Вот они издали его книгу на английском, в частности, чтобы показать, что он такой крупный ученый и все ждут его выезда в свободный мир. Дальше вообще всякие публикации, из которых здесь только парочка представлена. Жена, конечно, боролась за него, как это вообще было принято в этой среде. Жены всегда боролись за своих мужей. В 76-м году они получают разрешение, выезжают. Вот их портрет уже в «Израильской газете». Рубина с женой, вот он сам приезжает в Колумбийский университет, там его чествуют, зачаркивают, «Освободите», пишут «Шалом» и «Эстет», его приветствуют в Колумбийском университете. Он становится действительно профессором Иерусалимского университета и трагически погибает через несколько лет, в 81-м году, будучи сам за рулем новоприобретенной машины. Попадают в аварию и погибают. Это уже некролог. Статья в «Джерозный пост», «Человек, который любил свободу», это уже статья его памяти. Вот. И теперь, собственно, мы переходим к документу и к депрессии в фону. Это его дневник, который он вел почти 20 лет, после смерти отца, начиная, и, собственно, до своей гибели. После его смерти в 88-м году его сестра-близнец Мария Рубина и его вдова Месса издали его дневник и некоторые письма в таком маленьком двухтомничке издательства библиотека «Алия». Дневник Рубина пронизан, как мне кажется, ощущением тоски, печали, безрадостности, существования, бессилия и упадка. отчасти это не его специфика, но вот этот специальный цитат из такого польского исследователя дневников, который просто сводит все дневники к одному знаменателю, что вообще пишут дневники те, кто страдает. Мы редко там увидим ощущение радости, счастья, удовлетворения и удовольствия. Скорее, это будет разнообразная печаль, апатия, потеря смысла жизни и суицидальные какие-то мысли. суицидальности, кстати, нету, но все остальное есть. Я знаю людей, для которых чтение Дневника Рубина было вдохновляющим чтением, и они решили заниматься удаек и прочитать Дневник Рубина. Для меня это было очень тяжелое чтение, оно резонировало с какими-то собственными, возможно, мыслями, и мне, кажется, удалось эту всю тяжесть ощутить в полной мере. Слово депрессионное, естественно, не употребляют, но скорее вот речь идет о тоске, безразличии, унынии, трудно общаться, трудно работать, мало радости от жизни, разучился радоваться, внутренний кризис, ничего не приносит удовлетворения радости, ужасное настроение, рвутся связи с людьми. Да, он все время пишет, что уже конец близок, ему 42 года, нам с Марусей 42 года, все, значит, жить осталось совсем чуть-чуть, 46 лет тоже, значит, все плохо и ужасно. Но это отдельные цитаты, их больше, но просто мы видим, что каждый год, время от времени, каждый день и каждый месяц, но, в общем, с регулярностью появляются вот такого рода записи про, ну, обобщая, можно сказать, такую, может быть, не медицинскую, но депрессию. Ряже гораздо встречаются такие вот мечты о том, что как-то надо изменить свою участь, и они неизменно связаны с идеей перемещения в пространство. Пока нет мысли об эмиграции, как таковой, но вот отъезд, можно спасти только отъезд, только такие чеховские мотивы бежать, куда-то бежать, 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 и он завидует своей приятельности, который выходит замуж за англичанина, что вот, наконец, он сможет начать в новой стране новую жизнь, но никакой конкретики нету, горизонт ожидания такой вполне внутренний, вполне как бы интернальный, он любит Москву, радуется возвращению в Москву там из каких-то поездок, он очень рад устройству наработанности в стаковидении, он рад, что он пишет статью для большинства с консиклопедия, то есть, как бы, это все вполне его такие на локальном, локальной системе координат, эти свершения его удовлетворяют, Израиль, еврейская тема отсутствует, в общем, почти отсутствует, Израиль присутствует как такой незначительный внешний далекий источник вдохновения, что он стандартным образом он восхищается успехами в шестидневную войну, но и, собственно, как бы не более того. Пока в 68-м году он не узнает, что как бы выехать можно, и тут все меняется, и он конкретно уже начинает думать об отъезде в Израиль как спасение вот из этой действительности, от этой тоски, он понимает, что он едет скорее от, чем вы, но это неважно, отъезд в Израиль видится таким практически мессианским сценарием, он там собирается увидеть папу и маму, оба они умерли в этом моменте, во сне, конечно, но, то есть, он представляет как такое действительно какое-то эксистологическое мероприятие эксистологического масштаба, такое спасение, выход в совершенно другую реальность, ну и дальше он подает документы, и вот в эти годы, когда он является отказником, активистом, настроение в его дневнике меняется радикально, там нету места депрессии практически, он обретает, ну вот я думаю, можно по-разному это формулировать, но, допустим, он обретает агентность как действительно деятельность, которая приносит результат, результативно успешная деятельность, он обретает сообщество как минимум на двух уровнях, как сообщество вот его с подвижников-отказников и еврейский народ, как, да, такую, как бы общность воображаемую, но тем не менее для него важная, он обретает как бы еврейскую перспективу, вот все время как бы какие-то отсылки к его фрагментарным познаниям из области еврейской культуры, еврейской традиции, там, наследие предков, он в своих каких-то способностях видит еврейские черты, раньше для него это было не свойственно, ощущение успеха и ощущение исключительности, что явно для него было важно, раньше это никак не реализовалось, теперь вот он с удовлетворением пишет, что за него борются весь мир, за него борются очень приличные люди, за него борются ученые, востоковеды, и что став отказником он смог стать одним из десяти, если бы его выпустили, он бы был одним из сотен тысяч, мне было бы так интересно. Выезжая в Израиль, он тоже продолжает быть доволен, у него совсем другой взгляд, ему уже больше лет, но для него это не так страшно, он сам рефлексирует об этом, что раньше ему казалось, что жизнь кончается, а теперь он, ему кажется, что она только начинается, и он высказывает в дневнике, и в отдельном таком эссе начала третьей жизни такую мысль о том, что у него сейчас, не только он, на самом деле, это разным вообще эмигрантам, не только Израиль, конечно, такое немножко общее место, и ощущение, что это какая-то другая жизнь, он даже делит на три жизни, то есть первая жизнь была до подачи документов, вторая жизнь, очень особенная, была в отказе, и третья жизнь началась после миграции, ну и, соответственно, понятно, что здесь вроде как даже совершенно другие ощущения, действительно он очень позитивен в эти годы, особенно в письмах в большей степени, даже в дневнике, однако вот мы видим 70-й год, и опять он пишет, что мне тяжело, опять рутина, желание вырваться, и опять он рассматривает это вот желание вырваться, как вырваться географически, куда-то из этой точки уехать, ну а дальше он погибает, в общем, к чему это привело, мы не знаем, к чему бы это привело бы, если бы он погиб в 81-м году, уехал бы он в Америку, попал бы он в депрессию, как бы как бы все развивалось непонятно, но интересно, что вот после таких событий депрессия так или иначе как бы пытается по крайней мере вернуться, и еще такая ремарка, цензура депрессии, его дневники были изданы после его смерти, этим занималась преимущественная его вдова, и вот это ксерокопия некоторых листов из его дневников, и мы видим здесь вычеркнутые фрагменты, то есть я думаю, что это цензура, это купюра, которую делала Инесса Моисеевна, и они, если посмотреть, они в принципе касаются депрессивных фрагментов, негативных, вот как будто все хорошо, настроение плохое, вычеркнуто, дальше там история такая ипохондрическая, ипохондрия, конечно, как будто это руководство с депрессией, ему там кажется, что что-то ему болит, она это вычеркивает, ну, я не буду уже вдаваться подробностей, в общем, довольно много именно таких фрагментов про какую-то неуспешность, он расстраивается, что не очень хорошо получается преподавать уже в Иерусалиме, она все это вычеркивает, я не видела вот все эти правки, но могу, можно предположить осторожно, что и дневник за советский период тоже подвергся подобной родной цензуре, и депрессивных фрагментов там, возможно, было гораздо больше, просто не все попали в печатную версию, были вычеркнуты заботливой рукой издательницы. И эго-документальный контекст, который я поделю на три части, постараюсь кратко наметить, в чем вообще смысл и какие он открывает возможные перспективы юристические. Он довольно богат, этот эго-документальный контекст, и, значит, первый его, скажем, круг – это его собственные эго-документы Виталия Рубин, это дневник в контексте других эго-документов автора. Тут есть любопытные как бы такие сравнения, например, уже приехав в Израиль в 77-м году, он дал большое интервью своей же собственной сестре-близнецу, и на основании этого интервью было написано, ею записано его биография. То есть это отчасти автобиографии, отчасти все-таки не авто, такой пограничный текст на грани эго-документа и документа устной истории. И в этом тексте, в этом интервью, которое он наговаривал уже в Израиле, он очень занижает хронологически, как мне кажется, свое еврейское самоощущение и диссидентское самоощущение, и говорит, что буквально с молодых ногтей он был воспитан как такой очевидный антисоветист, советист, антисталинист и ощущал невыносимость существования в Советском Союзе и очень плохие были отношения с русским, например, на фронте, а наоборот были хорошие евреи, было чувство еврейской солидарности. Но вот если это сравнивать с документами того времени, то мы видим, что все было не совсем так. В письмах Фири Шифман с фронта он наоборот выражает большую любовь к светлым и чистым русским лицам, в отличие от каких-то неприятных и хитрых фридманов. И он очень был явно счел такой патриотический подъем как раз на фронте и хотел бороться с советской властью, за Ленина и Сталина. И надо понимать, конечно, что это письма, которые были просмотрены военной цезурой, но он не мог писать Крамолу, но этого он тоже мог не писать. То есть очевидно, что все-таки вполне искренние были его эмоции, что советская власть необходима как воздух, и без нее он задыхался, должен с ней бороться. И вообще говоря, про письма довольно много письм сохранилось, он явно заботился об этом, потому что на машинке перепечатывал, видимо, какие-то рукописные черновики, вот письма Нюсыхина, письма некого Авраама времен отказа, письма из Израиля. Если сравнивать с дневником, это тривиальное, конечно, наблюдение, но вот здесь оно тоже подтверждается, дневник гораздо депрессивнее, письма гораздо позитивнее, в письмах он гораздо положительнее оценивает действительность, а вообще совсем другое, можно сказать, совсем другой человек, как Рубин Эпистолярный, в отличие от Рубина Дневникового. Второй круг вот этого контекста, это эго документы его родных. Я три примера приведу. Первый – это письма вот его отца Рановича, письма сыну в лагере спецпроверки, то есть туда, где он работал на шахте и его проверяли на шпионаж. И вот он ему пишет, излагает свою теорию нравственных безвластных народов, посылает книжку французских рассказов, собирается еще написать письма общефилософского содержания, рассказывает о своих планах, заняться анатомией, химиобиологией. Единственное такое прямое высказывание, что вот он рад, что у сына есть время читать. Интересно, что в письме более позднем Ранович рассказывает о своей учебе в Хедере и жалуется, что страдал от избытка интеллектуализма, все эти тумудические интеллектуальные тонкости не давали исхода его сердечным чувствам. Но вот эти письма к сыну кажутся, демонстрируют, что интеллектуализм победил просто 1-0, я не знаю, там 100-0, и сердечные чувства спрятались глубоко и навсегда. В ответ Рубин-младший тоже, в общем-то, пишет преимущественно про чтение, где бы он ни был, на фронте, чуть ли не на передовой, в этом лагере, в госпитале, он все время пишет про то, как он читает, причем что-нибудь на иностранных языках, гейна со словарем, гамлетом со словаря, и, в общем, это для него очень важная сторона жизни, вот тут такое-такое просто как бы наследие, традиция, перешедшая от отца в чистом виде, очень хорошо видна. Еще два примера, это воспоминания его жены, Инаса Мисеевна написала двухтомные воспоминания «Жизнь как жизнь», и здесь, что интересно, как материал для сравнения, это место супруга и, соответственно, супруги. В дневнике Рубина Инна занимает не очень значительное место, там сколько-то, ну, там пару десятков фраз она ее упоминает, но не более того. В воспоминаниях Инны Рубин занимает огромное место, примерно процентов 92-го тома посвящено ему, то есть такой вот дисбаланс тоже вполне традиционный, но вот здесь мы его наблюдаем в подробностях. И образ супруга, то есть если образ Рубина в дневнике, это такой человек сомневающийся, который себя грызет, недоволен какими-то неуспехами, ну, в общем-то, такой вполне очень человеческий человек, скорее слабый, то в воспоминаниях с жены он герой, он крупный ученый, успешный ученый и герой, вот герой сопротивления, герой борьбы, и она ему восхищается, и рада, когда он ее там как-то одобряет, то есть он совсем другое лицо. Еще один пример вот из этого круга документов родных, это эссе такого Валентина Васильевича Желтенкова, возможно, Желтенкова, возможно, Желтенкова, ученый в неволе, трагическая судьба профессора-экономиста Исаака Ильича Рубина. Этот Желтенков, кузен, кузен Виталия Рубина, сын сестры его отца, Роменовича был брат Исаак Ильич, тот экономист, который был расстрелян по делу Советского Бородия Рубина. У Исаака Ильича была сестра-близнец Блюма, единственная, которая вышла замуж за русского традиционера Желтенкова Василия Желтенкова. У них родилась тоже дочь Мария, которая тоже стала биологом, как и сестра самого Рубина. И вот сын Валентина, он написал такой эсэ в какой-то момент. Интересно здесь то, что он там излагает историю семьи и как там все эти Рубины вышли из Динабурга, из Динска до Гавпилса, какой там их дед был почетный гражданин этого города, как Рубины были кузенами кузенов вовсе, Мирона вовсе и Михоэлса. Для него это важно, он это знает. Интересно, что наш Виталий Рубин, а, и Желтенков эмигрировал в Германию. Виталий Рубин, эмигрировавший в Израиль, ставший таким, значит, детям еврейского движения, об этом не пишут нигде, и его вот это непосредственно еврейское прошлое, прошлое семьи, видимо, не интересует, это не является, значит, частью его еврейского возрождения. И последнее, это как бы более широкий круг эго-документы соратников и эго-документы современников. Про соратников понятно, они разделяют многие эти топусы, которые мы можем найти в дневнике Рубина, это и ощущение успеха, ощущение значимости, ощущение того, что мы делаем историю теперь, вот будучи, борцами за эмиграцию, это с одной стороны, а с другой стороны, ну, вот это депрессивное ощущение, которое предшествует повороту вот этому, да, как бы открытию чего-то еврейского, открытию в себе еврейства и решению эмигрировать. Вот цитаты из автобиографического эссе Александра Воронеля, ровно про это у него случилось депрессия, было трудно дышать, он повернулся лицом к стене, лежал на кровати, не выходил из дома месяц, а вот потом он стал другим человеком и пощутил себя евреем и решил, что он больше не будет жить в этой стране, да, вот такой вот перелом похожий. И последний пример, это уже дневник, эго-документ не соратника отнюдь, а современника, к сравнению располагает жанр, это тоже дневник, дневник, жанр более редкий, мемуаров у нас много, автобиографических эссе там всяких много, а дневников очень мало, и вот этот дневник за те же примерно годы, но более, на самом деле, широкий хронологический охват, такого московского, тоже московского еврея, чуть более, значит, младшего, современника Рубина, Леонида Яковлевича Липкина, он был учитель истории, и в дневнике его, в отличие от дневника Рубина, очень много еврейского контента, вот примерно список как бы еврейских всяких событий, которые он освещает, подробно обсуждает, примерно список еврейских тем, которым постоянно возвращается, да, этот национальный характер, и известные евреи, и Холокост, без этого слова, разумеется, и там, не знаю, дача по Казанской дороге в окружении других еврейских семей, и какое-то еврейское соблюдение, и сравнение этих двух дневников дает возможность такую, конечно, ну, некоторая смелость, конечно, есть в этом выводе, но, тем не менее, я его сделаю, что, в общем, рождение еврейства, да, таких людей, как Рубина, как Иван Ранель, было производной нескольких факторов, один из них это отсутствие евреисти, то есть евреи не могло родиться, если оно было, у таких людей, как Липкин, оно было, таких людей, как Иван Ранель Рубин, его, в принципе, особенно не было в их, какоментальном горизонте, и вот рождение евреи происходит, когда этого евреи нету, а также это производная некоторых неудовлетворенных амбиций, какого-то статуса, который вообще располагал к этим амбициям, и сравнительно вольготного существования. У Липкина человек другого характера, конечно, и другого статуса, и не было такого достатка, не было свободного времени, и он действительно не мог позволить себе всего того, начиная с депрессии, что могли позволить доктор наук Воронель и, значит, китаист Рубин, который вполне действительно вольготное существование вел со своей супругой, у них не было детей, они оба были на участии в работнике, они все время, судя по дневнику, то отдыхают, то на Рижском взморье, то в Крыму, то в ГДР ездят, то еще куда-нибудь, в Болгарию. И да, вот действительно, как все время инсинуировала антисионистская пропаганда, чего вам еще не хватало, советская власть вам дала все, за исключением того, кто именно им это дал, действительно нужно признать, что вот такого рода существование, в отличие от существования таких людей, как Липкин, располагала к рефлексии и вот к последующим поворотам в сознание и к перемене собственного участия. Спасибо. Спасибо за внимание. Можно маленький вопрос задать? Скажите, пожалуйста, как-то его сфера научных интересов отражается в дневнике о том, как он переживает, интерпретирует свою депрессию? Есть ли там какой-то китайский контекст? Да, там как минимум, да, он обращается, естественно, к своей научной, научной тематике, к тому, чем он занимается, как ученый. Ну, это на разных уровнях, наверное, происходит. Во-первых, просто он много рассуждает о том, кто он, прежде всего, вот он ученый или он теперь, значит, дворец, кем он себя там должен чувствовать, то есть просто как некая миссия ученого и самоощущение ученого. Дальше, конечно, там есть какие-то отсылки конфуцианства, как его персонажи, китайские философы, как бы они там себя вели в той или иной ситуации. Наверное, самая такая последовательная здесь тема – это политические какие-то размышления, что вот Китай, да, как там философы себя вели, как бы что они думали о государстве, да, и что вот он может думать в советской стране, и он пытался это как-то протащить, видимо, в своей книге с тем или иным успехом, и, видимо, с не таким успехом, как хотел бы, и это его тоже располагало как бы сомневаться, вот расстраиваться, да, что его дальнейшая научная деятельность здесь может дать, он все время будет, не будет иметь возможности говорить то, что он хочет. В общем, параллели были, да, это отдельная тема, я ее даже не пыталась уже запрагивать, достаточно, достаточно много отсылок. Можно? У меня вопрос про все-таки грань между, так сказать, метафорой и медициной, скажем так, потому что меня немножко смутило вот это последнее то, что вы сказали, что, ну так если совсем утрировать, что у Рубина депрессия была, так сказать, от сытости и от нечего делать, но то, что вы сказали, я как раз, когда вы рассказывали, еще не дошли до Израиля, у меня уже был вопрос, а там он успокоился или нет, но судя по вашему рассказу, он совершенно не успокоился, значит, это было производное от каких-то, так сказать, психических координат его характера. Понимаете, это абсолютно, я очень коротко, просто параллельный пример из моей эпохи, там, когда Жермена де Сталь выслали из Франции, ну, ее выслали не вот не на руднике в Подмосковье, а исключительно в ее собственное поместье Копе, но она там очень страдала по разным причинам, а Шотебриан писал, а что она так мучается, ну, я же, вот она сидит себе в довольстве, ну, какая разница, вот тут немножко, ну, как бы несовпадение горизонтов получается, ну, там, допустим, про Ронтан де Сталь, может, я и зря помянула, но вот все-таки депрессия, когда вы вот этот термин употребляете и сами говорите, что это не их термин, то вы вводите медицинский аспект, то есть, вернее сказать, он сам входит, как с этим быть? Ну, я говорила, да, что, может быть, термин некорректен, он пишет там про душевную болезнь, предполагает, что, да, что тут есть какая-то, ну, да, психология, медицинская сторона, с которой не идет, естественно, это понятно, что там 60-е годы не идет к врачу с этим, но он видит, что здесь что-то, с чем он не может бороться, и это действительно вот проходит в эти годы успешной какой-то активной деятельности, но в Израиле у него тоже не очень тяжелая жизнь, там есть некоторые сложности, нужно учить язык, но, в принципе, он тоже в привилегированном положении, он профессор, и он там всем доволен, пока не перестает быть доволен. Есть еще мнение, что это такой тренд, какой-то оттепельный, но вот это надо, пока мне не удалось найти какие-то хорошие параллели, что это отчасти такое вот, ну, не то, что прям веяние времени, но какой-то контекст, да, контекст эпохи. Наверное, сочетание предрасположенности вот этих вот невозможностей писать то, что хочешь писать, смерти отца, каких-то, может быть, действительно, ну, он, видимо, склонен к таким апохондриальным, да, каким-то переживаниям, да, что у него одно болит, а у другой, в принципе, он не был как-то серьезный болен, но, видимо, смотри, чувство его не устраивало полностью. Последний, да, такой, конечно, несколько кухонного уровня вывод, но он очень опрашивается на сравнении двух дневников, потому что Берна Липкен все время бегает там за каким-то кефиром, там, забирает дочку из детского сада, ни минуты спокоя, и понятно, что вот он хотел бы впасть в депрессию, но не смог бы никак. Понятно, спасибо. Можно вопрос или даже вот не то чтобы комментарий, скорее вот ассоциация, поскольку у меня тоже было на протяжении всего рассказа очень интересно думать тоже вот в контексте этой депрессии, и мне кажется, что может быть здесь вот какая-то важная такая плоскость или разграничение может быть при изучении нашего современного дискурса, да, то есть вот помимо медицинского контекста депрессии у нас сейчас явно есть такой, ну, формирующийся в поле медийном, да, такой вот дискурс популярной психологии, ну, или такой публичный дискурс психотерапии, и он порождает, ну, свои тоже представления о депрессии, о ее проявлениях и ее симптомах, и вот мне кажется, что здесь очень интересно, какая-то вот линия проходит в том, как мы вчитываем в признаки, примеры там полувековой давности наши сегодняшние знания, ну, или опять же, да, такие представления вот об этой вариативности нормы, поэтому мне кажется, что вот здесь очень, ну, с одной стороны, он отлично ложится, этот термин депрессии, но вот может быть он как-то при вот таком включении может сработать по-новому и для читателей, и для интерпретации этого текста. Ну, да, спасибо, но явно есть тренд сейчас один, а тогда другой, да, то есть сейчас он как раз такая медикализация, тоски, то есть сейчас скорее с плохим настроением нужно идти к психотерапевту или обсуждать это вот в терминах там витамина Д и чего-нибудь такого, а тогда, ну, непонятно, что оно было на самом деле, но тоже, видимо, тренд, но без медикализации, но вот некоторый общий упадок, вот, понятно. Можно я скажу? Не оттепель, уже даже конец оттепель. Можно я скажу неприлично очевидную вещь, что всё-таки бывают времена, когда быть в депрессии, как бы её ни назвать, это приличное поведение, да, очень... Порядочного человека, да, да. Да, порядочного человека, очень неприлично радоваться в определённые культурные моменты, моменты, исторические моменты, да, поэтому то, как время, когда Рубин пребывает вот в этом, как сейчас сказали, депрессии, действительно, депрессия – это медицинская вещь, да, тут мы не можем, может быть, так свободно пользоваться этим словом, если его не употребляет сам человек о себе или о друге, да, но то, что вот эти вот разные метафоры, там, отсутствие воздуха, отсутствие, не знаю, горизонта, с 69-й год, извините, у Бродского, где там обнаружился конец перспективы, где не обнаружился, а всё равно он конец перспективы, да, конец прекрасной эпохи. И есть ещё какое-то количество метафор, связанных именно вот, появившихся именно в конце 60-х годов. И даже, ну, в общем, это как бы вполне, мне кажется, кейс, укладывающийся в эпоху и вполне с ней соотносимый, что-то объясняющий, даже без самого слова депрессия. Ну и да, возвращаясь к тому, что Виктория сказала на немножко другом уровне, сейчас как бы тоже хороший параллель, сейчас тоже время, когда говорят, что люди, конечно, должны быть в депрессии, в какой мы всё, конечно, и пребываем, вот. Да, о чём красноречиво свидетельствуют социальные сети и всё остальное. Спасибо большое, да, я тоже хотела вот то, что Ольга сказала, потому что мне, ну, конечно, по более поздней эпохе понятно, что, ну, как бы такой идеологически радостный настрой советского, советской идеологии, он очень способствовал тому, что протестность выражалась в дурном настроении, поэтому, как такая, даже не очень отчётливая, да, не обязательно какая-то такая сформулированная, да, но это точно, и как-то вот я помню, что даже по юности, да, там вот как бы всяческое обозначение дурного настроения, это был тренд, это было нормально. Вот, большое спасибо. 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 Спасибо.